Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 18 января, мы с вами продолжаем изучать послание к евреям. На этой неделе тема нашего урока называется «Иисус наш верный брат». Сегодняшняя тема называется «Воспринял плоть и кровь». Итак, Иисус назван в Библии человеком. Иисус назван человеком в полном смысле этого слова. Посмотрите, Иисуса Пилат называет человеком, когда представляет его перед толпой, он говорит «се человек». Апостол Павел пишет к Тимофею 1 Тимофею 2.5 «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». То есть Иисус назван человеком. И он в полном смысле был человеком и является человеком. Давайте мы прочитаем, как об этом написано в послании к евреям. Евреям 2.9 «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами». Или по другому переводу «ненадолго был унижен пред ангелами». Почему Иисус занял положение ниже ангелов? Потому что Он принял человеческую плоть и кровь. Евреям 2.14 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оны». Евреям 10.5 «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения, ты не восхотел, но тело приготовил Мне». Иисус принял человеческое тело. Но вот вопрос, о котором много споров до сих пор. Какова же была человеческая природа Христа? Была ли это природа Адама до грехопадения? Или это была природа Адама после грехопадения? То есть, в чем суть этого вопроса? Если Иисус обладал природой Адама до грехопадения, Он имел совершенное тело. Но тогда Иисус не мог быть примером для нас, потому что Он, получается, был неуязвим для греха. Неуязвим для искушений сатаны. Его человеческая природа никак не откликалась на искушение сатаны. Ему было легко побеждать грех. Фактически Он даже не боролся. Он не испытывал такой борьбы, которую испытываем мы. И тогда Он не был бы для нас примером. С другой стороны, если природа Христа была природой Адама после грехопадения, то тогда получается, что Иисус был грешником. Потому что природа Адама после грехопадения – это греховная природа. И всякий человек, который рождается от Адама, он рождается грешником и является грешником. И Иисус никогда не был грешником. Если бы Он был грешником, Он, опять же, не мог бы нас спасти. Ему самому нужен был бы Спаситель. Поэтому правильный ответ – Иисус не обладал ни той природой, ни другой природой, ни природой Адама до грехопадения, ни природой Адама после грехопадения. Природа Христа имела сходство с человеческой нашей природой, но есть и некоторое отличие. Давайте в этом разберемся поподробнее. Мы сразу же можем отметить, что, конечно же, Христос обладал телом природы, которая была ослаблена тысячелетиями греха. И имела физические слабости определенные там и так далее. Но Христос не имел греховных наклонностей, какие бывают у грешных людей. Вот это очень важный момент. Об Иисусе Христе сказано «рождаемое святое», когда Гаврил обращался к Марии и сказал, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Иисус родился святым. Мы не родились святыми. Мы можем сказать вместе с Давидом, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Мы обрели духовную природу, когда родились свыше. Но Иисус родился свыше сразу же, как только родился. И в этом отличие между нами и Христом. Итак, Иисус действительно имел настоящую человеческую плоть со всеми ее слабостями. Например, вспомните историю, как ученики со Христом были на море и случилась буря. И Иисус спал на корме. Почему? Потому что от усталости он просто свалился. И он спал и не мог даже проснуться от того, что кругом бушевала буря. Даже это не могло его разбудить. Настолько он был утомлен. Но Иисус также испытывал и физические такие нужды, как, например, он мог проголодаться. Когда Иисус был 40 дней в пустыне, то напоследок написано, что он взолкал. То есть, очень сильно проголодался. Иисус испытывал голод, испытывал жажду. Например, когда он встретился с самарянкой у колодца, ему действительно хотелось пить. Пришли ученики. Они специально пошли, чтобы купить пищу, потому что они все были голодны. И Иисус тоже был голоден. И Иисус нуждался также и в моральной поддержке. Когда в Дефсимане он молился, он просил учеников, побудьте со мной и пободрствуйте. Он нуждался в моральной поддержке. Но при этом он духом своим побеждал всегда человеческие слабости, человеческой природы. И он побеждал плоть. Например, когда его спящего разбудили, тогда в лодке, то он проснулся не в раздражении, как это обычно бывает у людей. Но он проснулся с верой. Когда он был голоден, он говорил, что не хлебом одним живет человек. И беседуя с самарянкой, он предпочел беседу с ней, беседу с самарянами, которые потом пришли, предпочел это. Исполнение воли Божьей он предпочел просто тому, чтобы поесть и попить. Когда в Дефсимане он одержал победу над искушениями, то да, он нуждался в моральной поддержке, но при этом он проявлял веру, он обращался к Богу и он одерживал эту победу. Он говорил, что дух бодр, плоть же немощный. И эти слова ему дались непросто. Это была его практика жизни. Именно в молитве он обретал эту силу. Да, он испытывал, например, жажду на кресте, говорил, я жажду. Он произнес эти слова, но произнес для того, чтобы исполнилось пророчество, а не потому, что он хотел пожаловаться. Дух Христа был всегда силен, чтобы преодолевать слабости человеческой природы, которую он обладал. И в этом он становится для нас примером. Он страданиями навык послушанию. Об этом мы будем подробнее говорить завтра. Итак, Христос был полностью человеком, но он не был причастен ко греху. 1 Петра 2.22 написано, что он не сделал никакого греха и не было лести в устав его. Евреям 4.15 написано, что он был искушен во всем, но он не сделал при этом никакого греха. О нем сказано, что он святой, непричастный к козлу. Евреям 7.26 А мы с вами, как говорит апостол Павел, плотян продан греху. Мы проданы в рабство. Мы рождены рабами. Но, а Христос принял образ раба, но он не был рабом. Никогда. Поэтому он и смог принести нам свободу. Что касается нас, мы не остаемся рабами. Мы получаем второе рождение, новое рождение, и мы обретаем свободу в Иисусе Христе. Мы обретаем свободу, потому что Иисус ради нас одержал эту победу. И давайте мы прочитаем этот текст. Евреям 2 глава с 14 по 17 стихи. Прочитаем полностью. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным предосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Так что, слава Господу, слава Иисусу, который одержал для нас такую победу. Это говорит о том, что сегодня мы с вами тоже можем одерживать победу. Иисус одержал победу ради нас, Он принес нам свободу, чтобы мы, как духовные уже личности, могли одерживать победу над своей греховной плотью. У нас есть для этого сила, у нас есть для этого все возможности, которые для нас завоевал Христос. Слава Ему за это. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты принес эти великие две жертвы. Две жертвы Христа – это воплощение, то, что Он принял человеческую природу, и то, что Он затем зашел на крест и принес умилостивление за грехи наши. Мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты одержал эту величайшую победу ради нас. И сегодня, Господи, помоги нам побеждать, как Христос побеждал. Потому что у нас есть эта греховная человеческая природа, Господи, и мы нуждаемся в Твоей божественной силе, чтобы постоянно одерживать победы над страстями и похотями. Мы славим Тебя за то, что Ты помогаешь нам в этом, за то, что Ты вдохновляешь нас примером Иисуса Христа. Во имя Его мы просим Тебя и славим Тебя, Отец Небесный. Аминь. Спасибо, друзья, за то, что Вы вместе с нами продолжаете изучать послания к евреям. Пусть Господь благословит Ваш сегодняшний день. Пусть Иисус даст Вам одержать сегодня духовные победы. Мы прощаемся с Вами. До завтра.